С 15 января стоимость за проезд при безналичной оплате составила бы 17 сомов при наличной оплате вне зависимости. Маршрутка это или автобус составила бы 20 сомов, но что-то прошло не так, повышение тарифа пока откладывается. С вами я, Ильич Малбек Султанова, и я предлагаю пока узнать мнение людей, что они думают за счет повышения цен за проезд. Ну, я думаю, по поводу повышения цен на общественный транспорт, я думаю, с одной стороны, это тоже правильно водителям, ведь тоже нужно жить, кормить семью и так далее. Но, с одной стороны, это тоже для студентов иногда тяжело. Двадцать сомов это получается для студентов, для школьников очень много, потому что есть разные ситуации в жизни, потому что пересадки есть. Я думаю, что это не так, что это не так, что это не так. Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали из России, там цены на транспорт гораздо выше, чем здесь, то есть 30-40 рублей за один проезд. Государству следует прислушаться к своим гражданам и ответить им как-то. 27 декабря 2023 года на очередной сессии депутаты Бишкекского городского Кенеша общим голосованием одобрили повышение тарифа в муниципальных автобусах и троллейбусах. Однако в связи с выходными днями и каникулами процедуры по утверждению проекта постановления еще не завершились. Согласно регламенту Бишкекского городского Кенеша, принятые нормативно-правовые акты начнут действовать по истечении 15 дней с момента официальной публикации документов, сообщили в муниципалитете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...